мои дорогие друзья здравствуйте еще раз у меня тут целый поток мыслей я как обычно спешу поделиться с вами всем самым лучшим ну что ж давайте мы немножечко посмотрим на тот фон который значит происходил у иудеев во время пришествия господа иисуса как мы выяснили из прошлых видео что в толковании закона который был дан господом богом для евреев существует предание то есть предание которые по сути являются талмудом талмуд это предание иудеев о значит о понимании закона талмуд дает им правильное понимание закона моисеева так вот мы увидели что в израиле у евреев есть ошибочное мнение о самих себе а именно в чем она выражается в том что они считают себя бога избранной нацией перед всеми народами только крен у них идет в другую сторону они в тот смысл который сам господь бог вложил избранности израиля как я уже сказал что богоизбранность евреев заключается в том чтобы через этот народ был явлен машиах то есть иисус ешуа машиах спаситель мира спаситель человечества благодаря которому мы можем все не только иудеи но все остальные народы и нации под солнцем примириться с богом то есть в этом и заключается богоизбранность то есть бог для этого избрал но не для того чтобы евреи были превосходной нацией по отношению ко всем народам и не для того чтобы весь мир христианский мир как это сегодня нам внушают проповедники христианства некоторые до что вот израиль особенно супер избранные это просто чуть ли не высшая раса знаете мне это вообще напоминает про почти знаете адольфа гитлера который считал свою так скажем раз сюда там самой чистой самой светлой поэтому видите здесь какое искушение в извращенном понимании происхождение израильского народа как я уже говорил израильский народ это не высшая раса и не супер избранный народ по отношению к другим народам а уж если вы слушаете слова иисуса христа и что он вообще говорил о иудеях которые руководили да и управляли народом то вряд ли вы увидите чтобы иисус христос считал их каким-то супер особенным народом высшей расой по отношению к примеру к славянам индусом китайцам японцам или каким-то народом населяющим так скажем европу то есть однозначно мы видим что в учении иисуса христа никакого нацизма не проскакивала абсолютно никакого возвышения но он наоборот говорил об овцах что у него есть овцы и не этого двора то есть не только иудейского двора овцы до евреи но есть овцы и другого двора то есть это все овцы то есть весь народ который живет за пределами израиля во всех нациях остальных городах странах и так далее иисус принес нам любовь иисус учил любви кого он учил любви во первых конечно иудеев потому что он был послан к своим к погибающим овцам дома израилева и евреев иисус учил любви но что они с ним сделали правильно отдали его на распятие не китайцы не японцы не индусы не славяне а именно его собственный народ который должен был так условно говоря дать подарить так скажем миссию ешуа маша х всему миру условно говоря да то есть в этом нет заслуги еврейского общества это только заслуга бога да он просто выбрал для себя деву по имени мария и через нее явил господа но давайте мы посмотрим на тот дух который был на то время в израиле и духе мы знаем они не умирают они постоянно так скажем видоизменяются и кочуют переменяются люди меняются правители меняются но духе правящие и оказывающие влияние на мир ну они не умирают живут ну до тех пор пока в озере угли нам не будут уничтожены ну ладно не буду многословен давайте мы смотрим значит на следующую ситуацию так это был случай около колодца 5 стих иоанна 4 глава и так приходит он в город самарийске называемый сихарь близ участка земли данного иаковом сыну своему иосифу там был колодец иакова иисус утрудившись от пути сел у колодца было около 6 часа ближе к вечеру да кстати здесь глубокое откровение относительно язычников то здесь приходит самарянка самарянка это ну это не не иудеи не еврейка так скажем это женщина сам 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 самаритянка иисус говорит ей дай мне пить ибо ученики его отлучились город купить пищу а теперь просто останавливаемся и смотрим на ситуацию на дух который там царил да смотрите что она говорит иисусу как ты будучи иудей просишь пить у меня самарянки то есть она видит что перед колодцом сидит иудей потому что иисус имел иудейскую внешность она его определила на раз два три и она была в шоке и дело уже вечером было а с этого колодца многие женщины водичку брали и тут самарянка говорит как это так то есть во первых она была в шоке что иудей мог что-то просить у самарянки то есть она понимала что это унижение для иудея как это так он просит у меня пить а наш ему и говорит об этом как ты будучи иудей просишь пить у меня у самарянки она даже удивилась ибо иудеи с самарянами не сообщаются не общаются то есть по иудейским преданиям запрещено было общаться с неевреем вы теперь только теперь подумайте то есть не просто нельзя было жениться на так скажем язычница на представителях другого вида но здесь мы можем видеть это по крайней мере обоснованно до чтобы израиль не смешивался с традициями различных народов чтобы сохранил так скажем закон и впоследствии ну чтобы машиах родился именно в этом народе да иисус то есть это еще обоснованно и понятно но почему ведь закон нигде не запрещал просто разговаривать у колодца с самарянами или вообще с представителями другого так скажем другого народа другой раз и так скажем другого вида и тут вдруг же женщина в шоке как так иудей с ней заговорил то есть для нее это чудо было просто вы только подумайте и иудеи же самарянами не сообщаются а иисус говорит ей в ответ если бы ты знала дар божий кто говорит тебе дай мне пить то ты сама бы просила у него и он дал бы тебе воду живую теперь смотрим на природу иисуса почему его ненавидели иудеи потому что иисус любил всех людей он общался со всеми людьми для иисуса не существовало границ расовых он спокойно разговаривал с самарянкой он спокойно мог общаться с блудницами с блудниками об иисусе вообще говорится теперь смотрите ключевой момент он друг мытарям и грешником а вы знаете кто такой в иудейском понятии грешник грешник это не иудей грешник по иудейским понятиям это язычник то есть коваль потому что еврей себя грешником не признает он себя только признает особенным сверх народом сверх нации особым богоизбранным народом хотя богоизбранность израиля мы уже выяснили заключается только в том чтобы родился машина пришел в мир через этот народ все здесь никакой высоты нации вообще не существует какой-то супер крови супер чистой расы вообще не существует нет на земле никакой супер чистой расы все расы перед богом одинаковые все одинаково согрешили и все одинаково лишены славы божьей и все одинаково нуждаются в машиахе то есть спасители иисусе как иудеи так и не иудеи но теперь вы видите какой дух уже тогда подымался что даже было низко ну как это сегодня говорить не хочу подбирать мирские слова но это было но если ты самарянка общаешься это они же псы они же не как ну как этот кирилл сказала кирилл откуда это подчеркнул кириллу этот российский патриарх на откуда он это подчеркнул мысль из талмуда потому что именно в талмуде считается что иудеи это точнее язычники гои но это не люди или люди второго сорта то есть вот такое отношение то есть с ними даже это и я вам объясню этими иудейскими правилами талмуда были заражены даже апостолы даже петр был заражен вспомните когда петр с варнавой были у язычников тут вообще как бы они приступили иудейское предание суде иудеям с язычниками даже разговаривать было низостью а тут они оказались уже будучи христианами но до сих пор под влиянием вот этого духа они сидят с язычниками едят вы только представьте за одним столом с язычником это же просто срам на это же ни в какие рамки иудейские не вписываются и тут павел приходит еще один иудей да такой иудей который был ого-го ревнителем отеческих преданий и традиций то есть талмидист павел был еще тот и тут что он видит петр начинает стыдно ему ну представь с язычниками и вара варнава там же тут же они с одного стола перебегают на другой все тут попали как раз таки попали они под осуждения павлов не за то что с язычниками ели а за то что рис лицемерили понимаете теперь какой дух присутствовал в иудаизме во времена апостолов слушайте дальше в доказательство тому что иудей себя грешником не считает потому что даже апостол павел описывает иудейскую точку зрения говоря следующее мы говорит иудеи они язычники они из язычников грешники по природе то есть павел описывает иудейскую точку зрения по отношению к к ней евреям вы только представьте у вас теперь открывается пошире в глаза нет вообще на все что происходило тогда и что происходит сегодня давайте мы даже это прочитаем одну минутку сейчас постараюсь сразу найти а это галатам галатам 2 глава 15 стих павел описывает иудейскую точку зрения мы по природе иудеи то есть иудей природа до иудея вы понимаете как а мы по своей природе иудеи они из язычников грешники то есть здесь конкретно показывает что иудей себя по своей природе считает особенным особенным с особенной кровью мы иудеи по природе то есть иудеи такими себя считают они язычниками грешниками и только лишь когда павел будучи неуемным ревнителем своих традиций только после встречи с иисусом павел представьте этот иудей насколько его дух святой смирил что впоследствии этот иудей что говорит о себе иудей апостол павел по природе людей он говорит я говорит грешник из которых я первое вы только подумайте какая это победа была христа чтобы такой иудей как павел по своей природе мог бы впоследствии сказать о себе я по природе своей грешник 1 потрясающе не правда ли дорогие друзья так и смотрите самарянка у колодца пётр потом пётр входит видение был видение вошел выступление перед ним видение сходит перед петром перед иудеем уже иудей еврей сходит видение полотно да и на нем всякие разные животные ему голос говорит боже заколи животное ешь приготовь пётр даже там находясь выступление введение в шоке был горит боже ну типа ты что меня заставляешь делать я говорит никогда в жизни такого не ел ничто нечистое в мои уста не входило а бог говорит заколи и ешь ну может быть там свинина была еще там какие-то животные были да то есть что делал в этом случае иисус христос с петром он очищал петра от заквасок фарисейских вспомните что иисус говорил бойтесь фарисейской закваски а чем является вот эта фарисейская заход закваска в том что фарисеи квасили все тесто в превосходстве над другими народами и нациями мира теперь вы понимаете да а это все толмидическая литература толмидическое учение в иудаизме за по отношению к язычникам выражающиеся в том что они выше других вот она в чем вот иисус христос против чего бил иисус против вот этого духа так скажем превозношение над остальными нациями и вот что делал иисус вопреки талмудам иисус общался и с грешниками то есть с язычниками они же и говорили про него друг мытари и грешников каких грешников друг язычников вот куда они горит и он друг язычника то есть для них иисус они его ненавидели потому что он не соблюдал правила и постановления толтан толми толмуда то есть предание иудейских старцев ну вы поняли да вот за что они его ненавидели петр то же самое чтобы бог послал апостолов в различные страны богу пришлось духом святым очищать своих апостолов которые по природе были иудеи павел даже будучи иудеем постоянно страдал от жала которое было у него в плоти жало в плоти это было так скажем когда его жалили так называемые верующие христиане его же били иудеи палками они преследовали иудеи там вообще договорились не есть не пить не пить пока пола не поймают и не убьют его ну очевидно это наверное с голоду и умерли да потому что павел прожил так скажем несколько лет его концовки все равно его уничтожили апостола павла нашли все равно и уничтожили апостола христова за его веру в иисуса теперь у вас фон вырисовывается только сегодня вот это религиозная война религиозная война она переходит в другие условия то есть если там спокойно в иудаизме в израиле ходит верующего христа исповедует иисуса смело можно было взять камни убить его то сегодня так конечно никто не делает сегодня духовная война переходит в другую сферу воздействия и влияния и так далее может быть я еще буду эту тему раскрывать если дух святой меня в этом направлении 2 не да так что теперь вы понимаете да каким был иисус что он любил всех людей и его учение было именно любовь в общем она заключалась так что дорогие друзья пусть иисус вас благословит вроде бы я мысль свою высказал да ну так по свежему что вот только что мне пришло просто прокрутилась в моем сердце святой дух мне напомнил многие вещи я вам их зачитал оттуда из писания и надеюсь более целостная картина восприятия происходящего у вас начинает вырисовываться ведь смотрите иудея это было чах и антихрист вышел антихрист дух антихриста вышел именно из иудеи потому что первые антихристы это были иудеи потому что кроме иудеи никто еще об исусе не знал все дух антихриста только дальше потом спас впоследствии стал проявляться и в различных странах но дух антихриста конкретно возник в иудее потому что именно они первые анти христос если вы почитаете все что пишут об исусе иудеи в интернете в книгах то есть там но откровенное богохульство на господа откровенное в принципе по всякому то есть вот откуда выходит антихрист дух антихриста вот откуда он в мире до находится вникайте еще глубже в писании в себя и в окружающего вас мир все что я сказал не является призывом каким-то там активным действием а только к единственному призыву любить всех людей ведь если мы все дружно будем любить людей то мы тем самым будем исполнять волю божью мы христиане призваны любить иудеев индусов китайцев японцев кавказские народы и все 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 народы невзирая на их различия наш иисус любил всех он почитал всех людей и умер умер наш спаситель за все народы ибо так возлюбил бог мир не евреев так возлюбил что только ради евреев послал сына своего понимать так бог возлюбил весь мир китайцев японцев иудеев всех 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 мусульман буддистов кришнаитов то есть все нации под небесами так возлюбил бог весь мир что отдал сына своего единородного чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную так если наш господь бог возлюбил весь мир то и мы должны любить каждого человека потому что он есть образ и подобие бога и в заключении я не договорил сейчас бог напомнил то видение которое было дано петру позже в книге деяния вы читаете истолкования петр говорит бог мне сказал чтобы я не почитал какого-либо человека нечистым то есть там речь шла не просто животных о людях потому что петр был иудеем и согласно иудейского вероисповедания которую впитывал от своего рождения он считал что все остальные люди это просто нечистые но бог ему сказал на основании этого видения чтобы тот никакого из людей не считал нечистыми у меня на этом все иисус да благословит вас